Что же, друзья, время новостей в городе 512. Сегодня мы говорим о работе, особенно для молодежи, и первая новость касательно подработки. Всеукраинский онлайн-сервис поиска подработки «Митнись кабанчиком», он именно так называется, стал доступным жителем Николаева. Проект известен возможностью быстрого поиска дополнительной работы и высокой безопасностью сделок. Я там насколько полистала, там даже проекты страхуются на 1000 гривен. Курьерские работы, бытовые услуги и фриланс-работа в интернете. Слушай, это очень круто, но мне кажется, скоро запустят сервис для алкоголиков. Реально тебе не с кем так сказать. Я для себя, для себя сервис придумываю. Я просто так, очень скучно одному как-то пить не то. Это классный стартап, Миша. Нет, на самом деле... Социальный, можно сделать грант, по нему грант какой-то будет. Смотрите, грант и потом опыть. Есть более, более правильный грант. На самом деле, ну согласитесь, «Митнись кабанчиком» немножко нетолерантно. Потому что, ну, для мусульман, допустим, как бы кабанчиков... Нет, надо метнись теленком еще, метнись курочкой. Вот надо разные сервисы. Курочкой. У Яны, видишь, нет проблем с весом. Поэтому для нее сервис просто «Митнись». Митнись. От дуновения ветра. Да, тоже может быть. Но, между прочим, очень хорошо, что в Николаеве есть еще один сервис, который пользуется популярностью во всей Украине, в принципе. Хоть и доступен еще далеко не во всех городах, но, тем не менее, ждем популяризации этого прикольного сервиса. Артем хоть на чем-то хочет начать зарабатывать деньги. Пожалуйста. Следующая новость. В центральном районе Николаева у 67-летнего директора предприятия в ночь на 27 ноября угнали автомобиль «Волгу». Представляете, кто-то позарился. Представляете? Кто-то позарился. Не «Мерседес», а «Волга». Председатель и всего лишь «Волга». Он большой начальник, а у него «Волга». Я ничего говорить не буду. Ребят, нужна «Волга». Есть? Хорошая. А там за полгода. Гарашное хранение. Надо говорить, что не бит, не крашен. Не бит, не крашен. Фукно. Звучит, как первая строчка из рэп-песни Сереги. Не бит, не крашен. Что-то такое. Давай дальше. О, отличная новость. Президент Мавритании Мухаммед Ульт-Абдель-Азиз досрочно прекратил матч за Суперкубок страны между клубами. Между двумя клубами. Клубами, да, допустим. В итоге победила одна команда, но чем он мотивировал это? На 63-й минуте встречи при счете 1-1 президент, который присутствовал, сказал, что игра стала слишком скучной и приказал командам досрочно начать серию пенальти. Не, ну а что? У нас так баскетбол в городе пропал. Говорят, скучно давайте сразу. Пенальти. Баскетболисты говорят, нет в баскетболе пенальти. Он объяснил свое решение так. Мы все много раз видели скучные футбольные матчи, мечтали, чтобы они поскорее закончились, но лишь у немногих есть возможность как-то повлиять на это. Показывая пальцем на себя, сказал президент Мухаммед. Круто. Круто. По-моему, это очень круто. А знаешь, когда он договорился закончить матч на 63-й минуте, а в перерыве на курилке с футболистами стоял, они говорят, не можем уже, не вывозим. Он говорит, все нормально. Сейчас, ребята, вы решили. На 63-й побегайте, а там уже решим все. Все, я разрулю, мне есть полную мочи. Спорим? Я там переговорюсь. А закончилась это все фразой, кому слабо. Он говорит, мне слабо, и сделаем. Компания Google вела для своего онлайн-перевозчика Google Translate опцию поддержки галактического языка Ау-Рэбеш. Ну, если вы смотрели «Звездные воды», на котором разговаривает некоторые песни, а же «Звездных войн». Представляете, поддержка вымышленного алфавита включена для всех языков, представленных в Google Translate. Это в том числе для украинского. Это для интернет-партии, которая, собственно, работает. Им же они не могут пользоваться интернетом. Теперь все сошлось. Следующая новость из Кореи. Мобильному оператору в Корейской Народной Республике приказали изменить номера в честь великого вождя. Мобильному оператору в Северокорейскому было приказано изменить свой телефонный код с 191 на 1912. То есть 1912 в честь года рождения основателя Северокорейского государства Ким Ир Сена. По мнению властей, теперь каждый, кто и гость, и гражданин, будет набирать и оказывать честь вождю. Ну, это вот точно тот случай, когда говорят, я тебя ночью разбужу, ты мне скажешь год рождения Ким Ир Сена. Гибилизм. Мне так кажется. Вы знаете, что там очень сильно и серьезно почитают именно культ вот этого вождя? Мы заметили. Мы заметили, да. У тебя лайф нет, у меня Ким Ир Сен. Алло. Среди его титулов это великий вождь, солнца нации, железный всепобеждающий полководец, маршал... Тони Старк, железный всепобеждающий. Да, залог освобождения человечества. В 1998 году, спустя 4 года после своей смерти, он был назначен вечным президентом. А сейчас у власти находится его внук. Ким Ченг Тын. Я знаю, у нас чуть выше на карте нас, там тоже есть вечный президент, и ему даже не надо менять ничего. Я про Белоруссию, если что, как бы. Это все новости на сегодня или есть еще что-то? Есть еще один новость, но она меня смутила даже... Один новость, это из Грузии новость. Один новость. Или из Одессы, понимаешь, личный губернатор прислал новость. В Николаеве одну женщину обманули. Только одну? Это отличная новость. Причем обманули очень серьезно на полмиллиона гривен. То, что у женщины было полмиллиона гривен, это уже здорово. Причем, мне так странно немножко, у тебя есть... Ну, может быть, потому что женщина, она покупала топливо. И как бы по телефону перечислила деньги на счет, а потом оказалось, что не топливо, и телефон... В смысле? Алло, мне бы топливо, с вас полмиллиона. Ты представляешь, как эти диалоги в Николаеве происходят? Она просто Део Матис красную хотела заправить, понимаешь? Я в АТБ захожу, дайте мне виновые. Топливо на полмиллиона. Ну, грустно, на самом деле. На самом деле, очень зря она звонила по номеру телефона, код которого... ...1912. Смотрите, мы уже даже знаем год рождения Ким Чен Ына. Значит, не зря Ким Чен Ын старается там ради своего именитого предка. Друзья, это были все новости на сегодня.